Далекое будущее. Человечество вовсю борозит просторы космоса. Торгуются инопланетными расами и исследуют загадочные миры. В какой-то момент истории несколько раз галактики, включая людей, решают объединиться под единой эгидой. Так появилась Федерация, построенная на принципах взаимопомощи, свободы и равенства для всех ее жителей. Однако далеко не каждого устраивали такие идеи. Множество людей считало, что Федерация со своими принципами лишь тормозит их развитие. Так постепенно появляются повстанцы, которые начали захватывать сектор за сектором. Организация настолько выросла, что нанесла флоту Федерации множество сокрушительных поражений. На момент действия игры остатки былых армад сосредоточили в одном секторе, называемым последним оплотом Федерации. Остальные силы были разбросаны по всей галактике и легко уничтожались огромной волной повстанцев. Вы – капитан одного из таких немногих уцелевших кораблей Федерации, и у вас на борту данные, которые могут перевернуть ход войны. Привет, меня зовут Лурферг, и это история одного корабля. Крейсера «Сокол» некогда составляли костяк флота Федерации, но сейчас большинство из них списано. Тем не менее, его огневой мощи и маневренности при должных улучшениях должно хватить, чтобы добраться до последнего оплота, до которого «Сокол» улетит еще 7 секторов. Но для любых улучшений нужны ресурсы. В частности, лом, который можно собирать из вражеских кораблей и астероидов. Как раз после прыжка сканеры «Сокола» замечают корабль повстанцев с ценным грузом, который было решено отобрать силой. Галактика после появления повстанцев стала куда опаснее, чем раньше. Но даже помимо них, угрозу всегда представляли наемники и пираты. Но с первыми хотя бы можно было договориться. А отдельную ненависть вызывали работорговцы. Они активировались после ослабления Федерации, преследуя идеалы которой капитан отдал приказ об атаке. Взамен на свои жизни пираты предложили одного из рабов. Волуна по имени Эмили. Которая незаменима при борьбе с пожарами на борту. Так что капитан согласился. На сегодня и так пролилось много крови. Точно так же к экипажу присоединится богомол Нарт. Когда-то в прошлом, еще на зре Федерации, разразилась ужасная война между людьми и богомолами. Потери с огромных сторон были огромными. Богомолы по-прежнему не могут смириться с поражением. О семьях людей и детям все так же рассказывают истории о жаждущих крови богомолах, чьи корабли когда-то атаковали Землю. Нарт сказал, что пришло время отложить этот старый конфликт и объединиться против повстанцев. Но не все бы с ним согласились. Сразу после очередного прыжка приборы сокола обнаружили наличие уникальных разумных форм жизни на ближайшей планете. Капитан отдал приказ входить в атмосферу планеты. Корабль приземлился в поле, в котором пасли шестиноги и существа, чем-то похожие на земных лошадей. Но контакт установить не удавалось. Лишь перед взлетом одно из существ отводит экипаж к разбившемуся кораблю Энджи, где был лишь один выживший, который тоже решил стать частью команды сокола. А с его звездолета удалось снять довольно мощный лазер. Сокол стремительно приближался к первому маяку дальнего действия. Было решено лететь в сектор валунов, который весьма агрессивный к тем, кто нарушает границы их пространства. В ходе очередной битвы с работорговцами к экипажу присоединяется представитель расы Залтан по имени Грозоли, характерной особенностью которых является генерация собственного электрического поля, запитывающего отсек или систему. Это позволило полностью использовать новые двигатели корабля. Перед прыжком к следующему маяку дальнего действия экипаж обнаруживает остатки миноносца валунов, одна из мин которого все еще была активна. Был предпринят маневр уклонения, но мина закрепилась на корпусе сокола. Попытка аккуратно подорвать мину тоже не удалась, но благо никто не пострадал. И после небольшого ремонта корабль двинулся дальше. Следующим сектором был родной мир Энджи. Эта раса официально не вошла в состав Федерации, но несмотря на пакт о ненападении с повстанцами, все еще ей помогала. Так именно Энджи построили секретный стелс-крейсер Сычи для флота Федерации. Возможно, причиной такой помощи является угроза вторжения богомолов в их родные миры. А как известно, враг моего врага – мой друг. Сокол успешно пристыковался к одной из торговых станций, на которой было принято решение купить ускорители щита. Ведь корабли этой серии никогда не отличались особой прочностью корпуса. К последнему маяку авангард флота повстанцев прибыл первым. Так что теперь экипажу необходимо было продержаться до зарядки сверхсветовых двигателей. Получив минимальное повреждение, Сокол совершил прыжок в сектор Золтан. Золтани часто полагаются на дипломатию вместо применения силы. Поэтому они весьма двойственно относятся к Федерации, как и ко всем людским конфликтам. Также являются союзниками Энджи. Эти две расы стоят на острие технологий. Так, с Золтанами была изобретена уникальная технология щита, которая устанавливается на все их крейсеры. На поверхности одной из планет экипаж замечает огромный монолит. А на связь выходит древний Золтан. Вы нашли великий глаз. Взгляните в его глубины и получите то, чего заслуживаете. Капитан решил подвезти корабль ближе. И один из членов экипажа начинает стремительно молодеть, пока полностью не исчезает. Фредерик погиб. На очередной торговой станции был куплен ряд улучшений корабля. Быстрая перезарядка для орудий, а также отсеки контроля разума и резервных батарей. Еще был проведен ремонт обшивки. Спрятавшись в туманности, экипаж Сокола начал зарядку двигателей для прыжка в следующий сектор. Очередной раз Сокол был атакован миной валунов. Полный назад, скомандовал капитан. Несмотря на воинерационных компенсаторов, кораблю удалось уклониться от мины. К следующему торговому посту корабль долетел на остатках топлива. Так что необходимо было заправиться. Без опытного оператора двигателей, коим был Фредерик, будет нелегко. Потому в экипаж наняли замену. Человека по имени Уэстон. У маяка дальнего действия Сокол вступил в бой с крейсером Слизней. Их раса зародилась в глубинах океана, где видимость очень слабая. Что привело к развитию уникальных эволюционных механизмов, таких как телепатия. В результате все корабли Слизней строятся без сенсоров. Силы Федерации были разбросаны по всем секторам. С одним из таких поврежденных кораблей экипаж и попытался связаться. Но в туманности скрывался истребитель повстанцев, который быстро обнаружил Сокол. Выигрывая время для своих товарищей, экипаж вступил в бой. Туманность не могла скрыть Сокол от надвигающейся армады повстанцев, которая была подготовлена к боевым действиям даже в таких условиях. Так что достигнув очередного маяка, был совершен прыжок в сектор Золтан. Сектор уже был практически занят повстанцами. Оставаться тут было крайне опасно. Последняя закупка перед оплотом Федерации. Было приобретено и установлено крайне мощное вооружение, которого так не хватало кораблю. Орудийная рубка и щиты были улучшены до предела. Последний маяк перед прыжком к оплоту. Корабль с начала путешествия стал значительно мощнее, а его экипаж представлял собой главную идею и цель Федерации. Объединять усилия всех рас ради безопасности всей галактики. Сразу после прыжка на связь выходит адмирал Тули. Капитан в спешке объясняет свою миссию. Исходя из данных, находящихся на борту Сокола, становится ясно, что флагман повстанцев и есть то самое слабое место их флота. Адмирал говорит, что его флот займется сдерживанием вражеских кораблей, а вот на плечи экипажа Сокола ложится задача уничтожить сам флагман, который уже направляется к последней базе Федерации. Если ее не удастся защитить, все будет потеряно. Капитан, проложив курс прямо на базу, понимал, что в округе осталось еще множество форпостов, которые спасти не получится. Это было все или ничего. На подлете к базе сканеры засекли мощную сигнатуру. Стало ясно, что флагман уже там, и последующий прыжок сразу же приведет к битве. Экипажу Сокола предстояло спасти Федерацию. Или погибнуть самим. Флагман был огромен. На нем было установлено самое современное вооружение и технологии последнего слова космической техники. Экипаж и капитан полностью слились с кораблем. Сокол был крайне уязвим к ракетным атакам из-за отсутствия системы маскировки, ведь щиты от них не защищали. Кроме того, двигательный отсек то и дело подвергался взлому, который обездвиживал весь корабль. Но залпы вооружения Сокола тоже наносили существенный ущерб и флагману пришлось отступить. А экипаж получил время на передышку и улучшение вспомогательных систем, таких как сенсоры. Флагман приступил ко второй атаке. Он уже был сильно поврежден. Повстанцы сменили тактику. Теперь большая часть энергии питала систему дронов. Один такой абордажный дрон может убить несколько полностью вооруженных солдат. Поврежденные отсеки успешно ремонтировались самыми талантливыми инженерами на борту — Энжи и Золтаном. Благодаря такой слаженной работе экипажа флагману были нанесены критические повреждения, что снова вынудило его отступить. Финальный бой. Сканирование показывало, что вся мощность была перенаправлена на телепорт и неизвестное супероружие. А также корпус корабля защищали щиты, созданные по технологии Золтан. Откуда у повстанцев они оказались, остается загадкой. Враг то и дело пытался свить сокол на абордаж и атаковал контролем разума. Но аналогичная система корабля отбивала эти атаки. Вскоре щиты были пробиты, что позволило вывести из строя ракетную установку врага. Супероружие повстанцев оказалось довольно слабым. Щиты вкупе с двигателями позволяли легко уклоняться от лазеров. И после еще одного залпа флагман развалился на части. Федерация была спасена. Так закончилась история корабля Сокол и его экипажа, который подарил Федерации вторую жизнь. Спасибо вам за просмотр. С вами был Лурферг. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok